А мы с очередным проектом с мультимедийного марафона сейчас познакомимся. Называется он «Попутчик» и для начала посмотрим промо-ролик. Здравствуйте! Это «Машина времени» ГАЗ-21. И сегодня мы совершим с вами путешествие в прошлое. Нашим попутчиком сегодня станет Игорь Ермаков. Музыкант, интересный человек и руководитель ансамбля «Золотые горы». Игорь, мы совершим сейчас три поездки. Первая остановка. Ну, веселое место – это, наверное, все-таки Таллиннская телебашня. Вызывает веселые эмоции. Позитивная работа. Я здесь познакомился со своей супругой. Вторая остановка. Где можно погрустить на том месте, где раньше был клуб «Маяк», потому что его сейчас уже нет. Чем я могу гордиться? Наверное, своей нынешней работой – это Центр культуры Линдокиви. Ну вот, наконец-то, мы приехали в то место, с которым у меня связано последние 18 лет жизни. Это моя работа. Здесь работают все мои коллективы. И я очень благодарен вам за то, что мы совершили такой прекрасный экскурс в мое прошлое. В общем, было классно. Ну, не смотрел, что там внутри. Наверное, лет 30. Авторы проекта «Попутчик» Юля, Сергей и Вадим у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Голосуй за «Попутчик». Бип-бип. Вот так. Креативное начало. Сразу прозвучала главная фраза. Что ж, спасибо, ребят, что пришли. И всего доброго вам. Пока. Юля, я так понимаю, что вы выбираете главного персонажа в этой истории и с ним на ретроавтомобиле, так сказать, по местам былой славы катаетесь. Да, мы делаем три остановки. Первая остановка, которая вызывает эмоции и радости. Вторая остановка – это остановка, которая вызывает грусть и третий успех. Вот по нашему короткому ролику было видно, что первая остановка у нас была телебашня. Наш гость Игорь Ермаков очень много интересного рассказал. По короткому ролику, конечно, не понять, что он рассказывал. Но там удивительные вещи. Например, у нас же кроме того, что человек рассказывает о своем, мы еще даем историческую справку. А когда он рассказывает о своем, есть какие-то вещи, которых ты, например, ну никак не знал. Например, в Таллиннской телебашне был первый валютный бар. Да ты что. Да. Я почему-то был уверен, что это было в гостинице «Вир». А Сергей у нас программист, которому удалось практически невозможное, как в песне у Димы Билана, как в рекламе одной известной спортивной фирмы, производящей спортивную одежду, буквально за ночь сделать сайт, причем полноценный ресурс, который работает. Мы сделали сайт за ночь, мы сделали за ночь приложение. Любой из вас, дорогие друзья, может зайти на этот сайт сейчас и подписаться на нашу рассылку. Но самое главное, что я хотел сейчас сказать, что мы собираем репосты, а не лайки. Нам нужно 300 репостов, а не лайков, чтобы пройти дальше. Попочек.ее. Сколько чашек кофе было выпито? Я кофе не пью, но очень много. Энергетические напитки, может быть. Вадим, ты в этом проекте отвечаешь за техническую часть. Да, как оператор, собственно говоря. И моя задача визуализация проекта. Я вроде бы в камеру снимаю и передаю для зрителей ту атмосферу, вроде что было раньше. С другой стороны, я вижу, как это сейчас происходит, как все изменилось, и мы об этом же и рассказываем. То есть очень интересно, что мы можем побывать в прошлом, в настоящем, возможно, даже в будущем. Но ты-то казачок засланный, ты же еще и в проекте «Жираф и антилопа» задействован. Да, ну есть такое, надо же. Провокационный вопрос. Если бы тебе сейчас на выбор сказали, что может только один из этих проектов, или «Жираф и антилопа», или «Попутчик» что-то получить? Хороший вопрос, хороший вопрос. Пип-пип. Пип-пип. Запикали мы этот ответ. Юля, Сергей, Вадим, авторы проекта «Попутчик» были у нас в гостях. Спасибо, ребята, что пришли. Удачи вам во всем.